Доброе утро! Поздравляю всех с Первомаем! Праздник международной солидарности трудящихся всех стран. Раньше широко и повсеместно праздновали. Сегодня нет особо. Хочу сказать вам пару слов. 22 апреля у меня родился внук. Мальчик. Младенец. Особое состояние наблюдать за этим детем. Абсолютная незащищенность. Невозможно описать эти чувства. Часами можно разглядывать это чудо. Кто-то меня понимает, кто-то поймет потом. Младенец. Одно слово. Полностью отданный на волю родителей. Посторонних людей, родителей, обстоятельств, случайностей. Ни на что не претендует. Младенец. Естественное состояние. Одни инстинкты пока. Но я все разговоры свожу на одну тему. О бизнесе. Потому что знаю, что для многих людей нужна какая-то поддержка информационная. И не только информационная. О младенцах хочу поговорить коротко. Младенцы же они разные бывают. Физически естественный младенец. Ребеночек. Который пребывает в своем естестве. Он ни на что не претендует. Он никого не учит. Более того. Он вообще ни на что не способен сейчас. У него только одна мысль. Спать, расти, питаться. Инстинкты. Но есть младенцы в разных сферах жизни. Они существуют. И в частности в бизнесе. В сетевом. И тут несколько иные младенцы. Вот недавно. Сегодня мне услышал такое обращение. Один человек говорит. Рассуждает. Никого не хочу обидеть. Просто высказывает свою точку зрения. Рассуждает о том, что вот мол в сетевом маркетинге в сетевом бизнесе важно соблюдать пропорции. Там где больше стараются подписать и меньше значит продать продукты. Там где не соблюдается соотношение 80% на 20%. Там опасная ситуация. Это неправильно. Это хождение по головам. Там и так далее. и так далее. Это путь к быстрым деньгам. Все это чревато серьезными опасностями. Поэтому бегите от такой системы, где ориентируется на подписание людей и не на продажу продуктов. много разных теорий, которые высказывают люди далекие от серьезных результатов в сетевом бизнесе. Это одна из них. Это я слышал миллион раз. И некоторые действительно искренне разделяют такую точку зрения. но это ошибка. Это или младенчество, то есть непонимание сути дела, или это попытка скрыть свое бессилие, свою неспособность зарабатывать, свою неудовлетворенность. И нам рассказывают, что нельзя много и быстро зарабатывать. Это неправильно. Это выжигание земли, это хождение по головам, это ой, как нехорошо, некрасиво. Сколько людей на самом деле мечтают иметь такой хороший продукт, как есть, например, в компании FFI, которую я представляю. Продукт МПГ. Сколько людей мечтали бы сэкономить на топливе. Дайте им этот продукт, продайте. И пусть это будет 80% людей, клиентов. А 20% это будут помощники, которых даже вербовать не надо. Они сами придут и скажут, я помощник, я хочу тоже на этом заработать. А вот когда вы предлагаете человеку заработать на этом деньги, а не продавать продукты, тогда это неправильный бизнес. Вот такая точка зрения. А я считаю, что, на мой непросвещенный взгляд, я считаю, что это ошибка. Нам предлагается работать трудно, много, тяжело, безденежно, как правило, но зато правильно. Но в таком случае никто не будет работать. Люди приходят сюда для того, чтобы иметь быстрые деньги. Тот, кто умеет быстро зарабатывать много денег, тут на правильном пути. Здесь, в сетевом бизнесе все познается практикой, никаких теорий, никаких размусоливаний и рассуждений. Чистая практика. Покажи свой чек. Покажи, сколько денег ты зарабатываешь. Да, я понимаю, я понимаю, всякие перегибы существуют везде, всякие перекосы и тому подобные вещи. Но, вы все должны хорошо понимать, что сетевой бизнес устроен таким образом. Сегодня такое время, новое время. Никто не будет работать тяжело и трудно. Никто этого не хочет. это раз. Второе. Никто не хочет работать бесплатно или за малые деньги. Это два. Никто не хочет ждать долго результат, долго терпеть, когда, наконец, начнут поступать деньги. Все хотят быстро. И это справедливо, так устроен человек. Значит, под это нужно искать систему. Никто не хочет торговать, бегать. Большинство людей отказывается это делать. значит, вот под эти естественные потребности людей должна быть заточена система. Вот что у нас в прав ТВ, на системе прав ТВ и делается. Мы заводим много людей в этот бизнес, чтобы они были, а, первое, пользователями продукта, самыми лучшими, потому что они не клиенты где-то болтающиеся сами по себе, а они находятся в системе, в системе обучения, поддержки. не как они могут быть они